здравствуйте дорогие друзья за операторским пультом владимир гольштейн и мы начинаем нашу традиционную программу в это время радиоблог с игорем цесарским здравствуйте игорь добрый день володя тоже у нас сегодня в гостях добрый день уважаемые радиослушатели сегодня у нас в гостях михаил гирштейн это блогер и программист из нью-джерси у нас нью-джерси частных гостях миша привет ну прежде чем мы начнем буквально несколько слов о том что вот наши с тобой беседы могут послушать слушатели народной волны не только на ю тубе и не только на народной волне небольшие ролики которые мы начали записывать вот буквально не так давно несколько месяцев может быть вы можете найти на ю тубе если вы наберете по-русски тв клуб континент то вы вполне можете что-то там услышать как раз это бывает часто в тех промежутках между моими недельными эфирами так что кому интересно тв клуб континент милости просим вот ну сегодня мы обещали в своем анонсе а что что беседы не только со мной ну это да ну я думаю сообразят раз клуб значит там не один гирштейн ну не один цесарский и так далее то есть есть там еще люди которых можно послушать и вот в частности последний наш эфир был с шефом бюро континента нашей медиагруппы который из риги со мной его и провел но сегодня у нас как я уже сейчас начал говорить обещанном анонсе вспомнить о том что растет список тех кто уже готов вступить на престол то есть зайти в белый дом но я напомню что спекуляции по этому поводу даже наших так средств массовой информации начались не вчера и даже не позавчера мы с удовольствием писали о шансах мишель обама мы вспоминали опру конечно мы вспоминали мадам которая хилари которая клинтон но теперь кажется вот эти три имени где-то уже там где-то на какой-то обочине появились новые звезды я думаю что ты в частности о некоторых из них расскажешь если успеешь потому что это столь значительные фигуры что каждый из них можно не только часовую передачу посвятить значительно они не все во первых надо слушатели поздравить с очередным новым годом сегодня вот по восточному календарю вот вот а во вторых давай сначала немножко отвлечемся поговорим про супербол поскольку вчера был супербол который многие смотрят многие может быть и не смотрят но из-за рекламы смотрят гораздо больше чем на самом деле чем любят футбол американский а и в вашингтон пост как обычно решил что важно важнее пока рекламируют себя чем платить деньги журналистам поэтому около там 10 миллионов долларов угробил на рекламу самого себя рассказывая о том что он настоящий источник настоящих местей и использовал для для этого как обычно горячо им любимого джамала хашоги друга друга осама бен ладена зарезанного в посольстве саудовской аравии в турции вот так что ну своеобразно 10 миллионов ушло конечно неизвестно куда но в вашингтон посту которым владеет джев безусно это особенно конечно наплевать хоть его а половинят этого безуса но но тем не менее это не страшно для него я думаю 70 миллиардов тоже немало но а половинят это потому что если кто-то еще из наших слушателей не знает историю его развода то то видимо стоит тоже сказать что не все к там не все коту масленицы придется пол с половиной это состояние расстаться так вот хорошо с футболом дело понятное но я тоже небольшой болельщик но я понимаю что победили уже не впервые это случилось команда нью-энгландс с очень неприличным в наше время да названием команды петриотс потому что ну как-то среди нашей либеральной публики не очень любит да это слово ну во первых мало того что они падают так у них еще главная звезда том брэдди и владелец команды тренер команды они большие последуют большие любители трампа вот и регулярно с ним общаются и все а и поэтому перед этим матчем команду нью-энгланд патриот покрестили любимой командой белых националистов но как всегда жизнь вносит немного свои коррективы поэтому этим мвп этого матча оказался в первый раз в историю американского футбола оказался еврей джулиан эдельман поэтому теория белого национализма опять немножко подвела вот кошмар и а теперь да я уже прочел я что перерыве когда идет интертеймент когда идет основное развлекал а кстати за счет которого тоже многие смотрят да эти эти матчи то 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 якобы тоже он разочаровал тех нелюбителей президента потому что там есть некое такое условие не политизировать это дело и и получается что выступающие как я понял ничего против трампа не сделали и поэтому ну чисто как вот какие-то вот вообще как не артисты все равно да вот как вот испортили такую возможность когда могли вот ну да у нас у нас операторы подсказывают что и звонки извините дорогие друзья товарищи только во второй части передачи мы можем их принять и с удовольствием причем ну хорошо миша черт с ним с этим суперболом и с тем придут ли они все на на встречу с президентом после этого или кто-то скажет что я лучше посижу на коленке и в знак протеста там где-нибудь у себя в доме квартире там давай все таки вернемся к кандидатам сначала один из кандидатов который еще не объявил свою кандидатуру это бывший губернатор вирджинии макалов мы знаем что сейчас происходит вирджинии с нынешним губернатором который на прошлой неделе сначала предложил убивать этих младенцев уже после рождения то есть аборты после рождения а потом что что ни одного демократа совершенно не возмутило вот это нормально ребенок родился но его не хочет мама давай его это вообще обнаружили фотографии за школьного альбома из институтского точнее альбома где он был где на его странице была фотография один человек был с раскрашенным лицом blackface так называемого второй в костюме куклы из-за этого начался большой скандал все значит даже демократы пытаются требует от него отста от этого губернатора ральфа нашего отставки вот но и он пока держится сопротивляется из последних сил вчера вечером они собрали он созвал срочное заседание там своего этого правительства и но пока никаких плодов это еще не принесло не принесло этот буду одна из надежд демократической партии и большой друг клинтонов терри макалов предыдущий губернатор который никак не отнял свою кандидатуру он сказал что этот конечно ральф он очень хороший человек но ему надо уйти вот так же пытается да он упрощаем но так не очень на всякий случай да потому что мало лишь куклус клан все-таки это достаточно серьезно даже для демократов вот а тут еще оказалось что его заместитель тоже попал тоже в новости только что вот почитал что он у него была проблема оказывается с его там всякие разные женщины обвиняют во всяких нехороших он уже выступил с заявлением что ничего нехорошего не было все было по обоюдному согласию так что ему в отличие от кавана поверят конечно да да ему говорят что нет нам нужны факты факты нужны конечно нельзя же что вот женщина сказала сразу и верит нет конечно же ну как вот ну давайте перернемся к остальным кандидатам этот бывший губернатор вирджинии еще свою демократу не выставил а список уже большой начался он с пакахантос с элизабет вором вот которая начала уже объездила в весь штат айова штат айова это традиционно первый штат в котором проходит праймерис и она начинал по этим по этой айове уже все там собирала толпы размером там 200 или 300 человек вот и потом неожиданно обнаружила что в прошлом году она сделала анализ днк чтобы доказать трампу что она что у нее предки индейцы оказалось что это днк толком ничего не показала что оставь в покое бедную женщину уже 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 она же она же только что извинилась она же перед племенем чироки извинилась что она сделала это она может извиняться сколько угодно ее надо на костре там поджарить вот за такие фокусы потому что потому что кстати говоря вот почему-то об этом я вот не читал что ведь она то чью-то чье-то место заняла она же пошла по по разнарядке какой учиться как этот карман который ничего не оплачивается вот потому что всегда мало того что учиться она же еще потом работала в этом в харварде получала сумасшедшие деньги и устроилась туда ее взяли как мой носик и этот как представитель мой носик то есть она на это построила всю карьеру и сам вот интересная штука вот если бы это было так сказать она была конгрессвумен от республиканской партии вот и вот ее наверно в порошок бы стерли вот ну серьезно это же в принципе это чистой воды скажем обман обычный фрод то есть это это по-другому не скажешь она извинится она честно считала что у нее большие высокие скулы поэтому она значит из племени чирок а потом после нее конечно сразу как грибы после дождя поехали полезные другие кандидаты значит почти все сенаторы уже объявили о своей кандидатуре ну самое главное из них это кто ну как он был известный это кристин гиллебрант из нью-йорка но у нее шансов очень мало она очень слабой никакой особой популярности не пользуется вот в тени чака шумер значит а а но потом еще значит это сладкая парочка камалы харрис и кори вот кори букер все помнят наверное историю когда он на слушаниях все того же брэда кавана заявил что а ян спартакус когда он там рассказал что грозился своим говорил что он готов свое место сенатора пожертвовать свое место сенатора и опубликовать запрещен не запрещен как конфиденциальную переписку которая у них в сенате была которая показывала что брэд кавана не очень хороший человек потом оказалось что он соврал потому что ту переписку которую он опубликовал ее уже разрешили для публикации во первых а во вторых ничего там особо страшного для кавана не было вот а камала харрис это тоже такой интересный случай который это такой экстрим такой случай потому что она уже сразу заявила что медикэр фоу то есть там 30 с чем-то триллионов долларов бюджет и тут хочет отменить частную вообще страховки медицинские то есть там по подсчетам от несколько миллионов человек останется без работы потому что ну страховые компании просто закроются кстати говоря интересная штука что вот ну кое-кто любит копаться бельишки да там политиков но в данном случае ты копаться не особо надо было там все на виду было в ее славной биографии как мы знаем ну да и в общем как она ее путь наверх был такой очень то есть то есть то есть то есть варианты только не харви ванштейна а другого персонажа который за уши вытянул тоже не бог есть нет ну про нее известно конечно шансов у нее к сожалению побед на победу много потому что на победу какую на победу в праймерис потому что она во всяких таких крупных штатах достаточно в крупных этих социалистических американских штатах она очень популярна она в калифорнии очень популярна и в принципе там и ну в сачусетсе будет конечно элизабет воррен большую конкуренцию составит но в нью-йорке тоже в нью-йорке тоже она может победить поэтому ну посмотрим поживем увидим тут в демократической партии же партия денег поэтому у них все решают супер делегаты а не эти делегаты потому что помимо делегатов то есть помимо голосов которые она набирает они набирают в праймерис еще есть там несколько тысяч этих супер голосов супер делегатов которые никак к результатам праймерис никакого отношения не имеют и говорят что вот мы отдаем голоса за этого и за этого поэтому например как мы помним у берни вылимса шансов никаких не было потому что это почти все супер делегаты дружно отдали голоса а вообще несмотря на то что происходит а да ну вот скажи ты все-таки начал с людей которые в меньшей степени известны широкой аудитории по по разным причинам дело в том что в большой политике есть некоторые персонажи они правда скажем так мягко говоря назовем их возрастными но ведь там тоже целая когорта давай начиная с байдена с мадам клинтон которая правда пока еще ничего не объявила опять же еще там есть берни сандерс но и потом интересный персонаж о нем наверное ты отдельно расскажешь чуть-чуть господин швольц который вроде как позиционирует себя неким образом таким демократом центристом он кстати достаточно интересный персонаж этот это владелец старбакса вот ну во первых скажем так ни байден ни ни клинтон ни сандерс еще официально ничего не объявили поэтому мы о них и не говорили есть еще много кандидатов которые объявили в том числе какой-то там кандидат из индианы в индиане в каком-то там городе неожиданно нашелся демократический мэр мэр причем со всеми этими четырьмя или пятью очень популярными буквами вот и он тоже объявил свою кандидатуру еще есть одна кандидат из Гавайев это Тулси Габбард которая в принципе среди сторонников Трампа она считается самым вероятным то есть как бы если она выйдет против Трампа то они считают что у нее есть большие шансы победить вот потому что да потому что она как бы ну почему-то они считают что я про нее мало что знаю вот то есть это как бы первое она у нее там родители из Индии что ли приехали вот и и она в общем таких достаточно она хотя у нее во внутренней политике достаточно тоже радикальные взгляды во внешней она в общем достаточно так популярно потому что тоже не хочет войска нигде держать близко Трампу в этом поэтому они видимо считают вот но ее уже начали эти медиа уже начала ее в общем закапывать со всех в общем изо всех сил а Шульц владелец Старбакса он сказал что он будет хочет баллотироваться как независимый из-за чего многие демократы впали просто в состояние какого-то ступора и сказали что нельзя потому что он отберет голоса у демократов и поэтому обеспечит победу Трампу но Шульц заявляя и комментируя всякие последние боевые идеи демократов он в общем звучит не очень сильно отличаясь от Трампа потому что он не предлагает эти идиотские 70 или 90 процентов налогов очень критично относится к программе очень критично относится вообще к большому правительству то есть он в принципе такой как бы вполне умеренный кандидат и когда это Александра Акасия Картес стала чего-то там возмущаться по поводу там 70 процентов что что вот тут понаплодили этих миллиардеров у которых там которым родители деньги оставили которые ничего не делали сами он сказал что я не такой я жил в этих праджектах в Бруклине праджекты это я думаю все знают что такое вот и сам построил собственную карьеру поэтому человек понимает человек из низов поэтому в принципе как бы на самом деле из всех все вот эти вот из всех этих радикалов из всего этого оркестра я бы конечно ему бы отдал бы предпочтение но наши либеральные друзья конечно хотя я думаю что он тоже еще тот фрукт если ты вспомнишь как он себя вел местами ну это как бы мы помним конечно истории с этими с туалетами в пенсильвании с тем что они хотят шприцы эти в туалетах поставить места для сбора шприцов потому что сотрудники жалуются вот что боятся заразиться там чем-то вот и это конечно своеобразная немножко тактика но с другой стороны у него большая компания много и ему что-то надо делать чтобы вот тоже по судам не затаскали а что он может ищить тут неизвестно на самом деле насколько его решение соответствует его взгляд ну давай посмотрим то есть все таки скажем так что пока наши ветераны ну назовем их наши они не наши но они ветераны но они члены данном случае демократической партии и левого крыла кстати говоря как ты думаешь тот же блумбер отважится пойти он собирался потому что даже было где недавно читал что он пообещал что если он там станет президентом или кем-то то его политическая часть его издания его компании новости и так далее он сказал что он ее закроет вот так поэтому то есть поэтому готовится получится у него или нет вряд ли то есть не думаю что он сильно популярен за пределами нью-йорка и в общем нью-йорк после того как он сам себя выдвинул на третий срок поменяв закон обратно к нему тоже стал относиться не очень хорошо поэтому в общем непонятно не ну в нью-йорке сейчас новые звезды какие там блумберги там появились настоящие настоящие социалисты настоящие борцы за светлое будущего всего человечества ну естественно эти изначально надо сначала америку привести в божеский вид а потом взяться из-за остальных за всех не социалисты а демократ ну там терминологии мы долго можем спорить потому что да ну называют те те кто провозглашает всевозможные лозунги они по-моему даже в силу своих каких-то больших интеллектуальных способностей не могут сформулировать собственную идеологию ну которая в общем то как такова и отсутствует ну да бог с ним хорошо мы прошлись довольно быстро я считаю по тем или иным кандидатурам сейчас мы пройдемся на перерыв и предложим нашим радиослушателям если есть вопросы во второй части передачи их задать ну и оставайтесь с нами друзья мы продолжаем программу радиоблог с игорем цесарским игорь вам слово добрый день еще раз напоминаю сегодня в гостях михаил гирштейн из нью-джерси и мы говорим о том кого уже готовит потенциально демократическая партия на предстоящие президентские выборы конечно они еще за горами но вы знаете время идет летит быстро и не успеем оглянуться и наступит то самое когда будут праймери сначала партийные а потом кто-то один самый смелый самый наверное достойный представитель выйдет на ринг с нынешним президентом дональдом трампом и попытается победить я что-то тебя плохо слышу потому что еще же вице-президент а ну да само собой но мы можем вспомнить еще и представителей либертарианской партии зеленых и так далее ну это будут как это будет зеленый шум ну да но все равно так или иначе они тоже присутствуют и мы не будем обижать те малые партии которые иногда даже я бы сказал к сожалению не стали большими потому что было бы веселее вот этот пинг-понг который иногда идет между двумя партиями он иногда не впечатляет потому что по каким-то вещам мы видим что идет некая смычка и и есть такое понятие establishment которое по моему вообще внепартийное юни партия называется ну да вот сейчас я хочу на секунду вернуться к губернатору даже только что я увидел что его вопросом его популярность после вот этого скандала упала на сорок один процент ай-яй-яй так сразу то есть да грубо говоря с 50 до 9 ну то есть ниже Нэнси Пилович ой-ой-ой с другой стороны вот его упорство лишний раз доказывает что все таки кормушка достаточно такая что жалко покидать причем это по такому поводу это уход в никуда то есть практически потому что вот пойдет он на биржу труда а ему скажут ах ты скотина такая ты там что-то там 30 лет назад публиковал понимаешь ему уже не надо вот во-первых во-вторых для республиканской партии и для Трампа если он никуда не уйдет это большой подарок потому что о нем будут все время говорить о нем будут все время вспоминать и будут все время противопоставлять как действует демократическая партия республиканская ну на самом деле ты понимаешь же как формируется сознание здесь иногда какую картинку нарисует CNN CNN уже вообще его сделала республиканцем так что а мы же им верим да они же самые достойные такое телевизионное у них уже зрителей меньше миллиона на самых популярных передачах то есть у Fox и у MSNBC по три там миллиона чем-то а у CNN меньше миллиона поэтому ну это ничего это им не мешает пока еще жить существовать тем более что вот когда мы узнаем что крупные рекламодатели покинут эту площадку вот тогда будет это интересно на какие-то шиши ее надо будет содержать же там же не игрушки это же не не госказна ее содержит ну никогда не знаю что что никогда не знаешь кто там финансирует потому что это же новостные каналы они все-таки почти что как бы на почти бесплатно работают ну у них прибыли только от рекламы поэтому ну так вот они и давать по чьей указке кто им там дает рекламу это тоже вопрос ага ну я не думаю что с белого дома будут указывать давать рекламу все я имею ввиду что они из белого дома конечно но как бы удивительно что вообще в СНН рекламу дают поэтому до сих пор ну знаешь ли есть такая вещь как симпатия ну не знаю в общем мы знаем много солидных компаний которые вполне симпатизируют вот всем да но она же доход не приносит и никто не смотрит тут же я об этом говорю это и сдержки может быть не знаю вот ну давай еще поговорим еще есть же другие кандидаты вот ну они конечно там все уже успели еще Джулиан Кастро который был при Обаме по-моему министр труда что ли один из министров один из членов кабинета еще был еще готовится еще целую кучу только один месяц прошел с начала года поэтому их уже человек 15 я думаю что к началам дебатов их будет человек 60 наверное по тому как идет ну понятное дело что после дебатов останется человек 10-15 но это конечно немножко более интересно будет наблюдать чем на прошлых выборах когда фактически осталось двое то есть их на первой промере как ты помнишь если ты помнишь их было трое то есть их сначала на дебатах было пятеро потом двое быстро отвалилось осталось трое и после первых дебатов третий тоже ушел там все как бы было рассчитано и просчитано хорошо у нас есть вроде звонок попробуем его принять добрый день слушаем вас слушаем вас в эфире здравствуйте скажите скажите пожалуйста вот я вам звоню из Нью-Йорка и у нас наши ведущие Дэвидсон радио сообщили о том что по популярности сейчас бывший вице-президент Пен как его как его господин Пайдет окей да он опережает на 10 процентов нашего президента Трампа на сегодняшний день и вот это тоже ваша кандидата из Калифорнии она тоже как бы на равных идет с нашим президентом а если предположим в игру Блумберг не как демократ а все же как независимая он сможет ли он отнять голоса у Трампа потому что у него все же есть какие-то республиканские позиции вообще по отношению к социалистам из его партии спасибо спасибо за вопрос Миша готов во-первых опросы за два года до выборов это во-вторых эти опросы проводятся ну никакой веры в любом случае нет потому что они очень всегда пытаются предположить сколько там человек републиканец вопрос среди кого они их проводят но неважно это не суть как известно любой независимый кандидат когда оттягивает на себя сколько-то голосов то есть проигравшая сторона всегда его обвиняет поэтому на самом деле если например был Бумберг или Шульц или еще кто-нибудь вступит в эту гонку и получит какие-то важные голоса в каких-то штатах вот типа Висконсина Мичигана или там Миннесоты или Пенсильвании то тогда те кто проиграют проигравшая сторона будет говорить что вот это потому что его позиция была близка к нашей и понятное дело что если это центрист то как бы может он может служить плохую службу демократа может служить плохую службу республиканцев скажем ну трапу допустим поэтому тут говорить в чью это пользу будет что тот же Шульц то или Бумберг пока рады и никто не знает их позиции ну ты посмотри Росперу объективно то забрал у Папы Буша голоса это причем он немало собрал их и в общем то оттянул именно голоса республиканских на тех выборах но это объективная реальность так и было Росперу не был центристом Росперу он шел как независимый вот же о чем речь не важно как его там обозначить важно что он на тех выборах победил бы Буш то тогда бы говорил что Росперу там бал то точно так же как мы вспомним во время выборов знаменитых 2000 года у Алла Гора тоже отобрал тот же Росперу или Ральф Нейдер тоже отопал потому что и тогда сказали что да окей у нас вроде есть еще звонок попробуем принять добрый день слушаем вас у нас уже нет к сожалению этого звоночка пока а вот есть опять сейчас минутку сейчас слушаем вас в эфире добрый день добрый день мне кажется вам что все эти прогнозы это рано еще о чем то говорить только что об этом сказали это гадание на кофейне гуще пример с Трампом никто не думал что он вообще даже выйдет будет номинироваться от республиканцев второй пример с Бушем Старшим за полтора года за год до выборов у него был сумасшедший рейтинг после войны с Ираком а он тоже время проиграл поэтому и еще что не нужно политизировать такие вещи как Супербул не не нужно политизировать ну вроде мы о том же говорили что не нужно политизировать это футбол но дело в том что мы пойдем на встречу с президентом или не пойдем извините как это называется политикой друзья это не это никакое отношение к спорту ровно в счетах. Более еще хуже. Ну, я за баскетболом совсем не свяжу, но в этом году команда, победившая в чемпионате баскетбольном, вместо Трампа встретилась сама. Да, 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 это замечательно было. Ну, пришли к своему, это известно. То есть, Golden State. Ну, в конечном счете, я могу сказать по собственному примеру, иногда я мог посмотреть ту или иную игру. Ну, особенно во времена, скажем так, Майкла Джордана и так далее. Ну, когда в меньшей степени эти проблемы возникали нынешние. Вот, но теперь вот после вот этого всего Димарша, мне как-то, знаешь, вот как вот только подумаешь об этом, так и сразу вспомнишь. И это не обида за президента или что, а это просто неуважение к людям, которые делают свою работу, но в чем-то делают неправильные. Он называет, что не важно к офису президента. Не к президенту, а к офису президента. Поэтому... Ну, да, его не важно. Это все неприятно. Так, у нас звонок, да, Володя? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня вопрос такой. Вот очень много имен демократов появилось, которые никто не знает, никто их никогда не раскручивал и так далее. Как вы справедливо заметили, это борьба, вообще-то говоря, финансов для того, чтобы кто-то вышел в первые ряды. Поэтому, какой смысл, опять же, еще имея в виду, что демократы, это как коммунистическая партия. То есть, они все идут дружно, строим, что им скажут сверху, то они, в принципе, и делают. Какой смысл для такого количества неизвестных совершенно, которые не имеют никакого, никакого, как бы, шанса выйти в первые ряды, не говоря уже, что стать, как бы, кандидатом в президенты, тратить деньги свои или кто их там поддерживает. Что это за непонятная история? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Миш. Да, но тут все очень понятно. Во-первых, насчет того, что шансов нету, это, как мы знаем, шансы есть у всех, потому что гонка длинная, что произойти может все, что угодно. И все-таки государство у нас демократическое, выборы у нас работают в той или иной степени, поэтому говорить, что шансов нет, неправильно. Но понятное дело, что когда есть возможность выставить кандидатуру, когда результат от одной партии заранее неизвестен, или, по крайней мере, делают вид, что неизвестен, то все люди, которые как бы хотя бы кому-то известны и могут попытаться собрать деньги на свою компанию, они, конечно, свои кандидатуры выставят, потому что все, как правильно было замечено, идет вопрос о деньгах, и деньги, которые уходят в избирательные штабы, в общем, это, грубо говоря, частично чистый доход, который они себе кладут в кармане. И, кстати говоря, в подтверждение того, что никогда не говори никогда, это выигрыш того же Трампа, которого изначально числили не в кандидатах, не сколько в кандидатах, сколько человеку, которому надо лишний раз сделать себе пиар для своего основного бизнеса и так далее. То есть, вспомни, когда он только заявил о своих претензиях, как это трактовали. Но когда он выбился в лидер, и уже там быстренько начались сугубо иные оценки даваться и так далее. А мы можем вспомнить и Обаму тоже. Да, и Обама тоже. У нас есть звонки, попробуем их еще принять. Вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы нам сейчас очень хорошо объяснили, что такое суперделегаты, потому что раньше я считала, что это просто голоса самой демократической партии, куда она хочет и туда их распределяют. Но вот если так действительно, как говорится, люди, которые дают наибольшие донейшнс, решают, за кого они голосуют и решают судьбу праймерис. Почему же считается, что у Борнес-Сандерса украли праймерис? наиболее богатые и влиятельные члены демократической партии так решили? Хороший вопрос, Миша. Это, кстати говоря. Вопрос, что суперделегаты, они, конечно, могут поменять или могут сильно сдвинуть в одну или в другую сторону результаты, но если народ проголосовал бы, большинство народов проголосовал бы все-таки за Борнес, он бы победил по этим делегатам, то суперделегатам пришлось бы все-таки как-то думать и объяснять, что же происходит. Суперделегат, он не обязан, вот если он заявил 1 января 2016 года, что он поддерживает Клинтона, это совсем не обязательно, что он так свое мнение не поменяет. Поэтому тут в общем с народом-то тоже особенно в шутки играть нехорошо, поэтому если бы Берни нам брал больше голосов, чем Филари, то тогда бы суперделегатам пришлось бы, наверное, поменять свои взгляды. Да, но там же коллизия была не только в том, что кто больше меньше, а в принципе-то там из-за всего этого как раз Демократическая партия делала все, чтобы вот этой ситуации не возникло. Да, так там же было давление как раз именно чье, кто местом поплатился в результате, вспомни. Ну, Деби Вашиман Шульц, как мы говорим. а что она делала, вспомни? Нет, она была начальницей демократического, нет, но это все, это мы все помним. Деби Вашиман Шульц, кстати, персонаж достаточно любопытный, поскольку ты помнишь еще про скандал с этим пакистанцем Немраном Аваном, который у нее и у сорока там с чем-то демократов, конгрессменов работал и получал какие-то сумасшедшие деньги, устроил туда всю свою семью в IT, который там какой-то карсервис, там какой-то в Макдональдсе кто-то работал у него до этого и так далее, и сливали всю информацию пакистанцам. А это никого не волнует, это нас волнует только русская сага, конечно. Ну это понятно, про сагу это само собой. Но Берни-то обидели, объективно говоря, то есть если бы все там, как говорится, по-честному делалось и не знай. Но уже поезд ушел, вот я бы тебя все-таки хотел спросить, мы об этом часто упоминаем в тех небольших своих роликах, которые мы делаем в 10-минутных, еще раз о них напомню, это в Ютубе, вы можете их найти, если наберете, ТВ-клуб «Континент». И там мы как раз рассуждали не раз уже о том, что все-таки ждать от Хиллари Клинтон. То есть у меня лично всегда впечатление, что эта дама, она, ну она уже будет, ну уж простите меня за такую аналогию, одной ногой стоять уже в могиле, но она все равно будет идти. То есть она будет лежать парализованной, но она все будет идти, потому что вот это ее неудовлетворенная жажда, она осталась, даже судя по ее вот этим комментариям. Что ты думаешь на эту чему? Я, к сожалению, что обещание, которое Трамп делал, что посадить ее в тюрьму, он не выпустил. Поэтому, что она на свободе, значит, будет попытаться, она, она, конечно, политик, и она будет считать шансы, будет смотреть, потому что второй раз вот этот вот построить всю демократическую партию, и чтобы подрегулировать результаты выборов, ей может не очень получиться. Хотя, конечно, популярность среди демократов, она у нее еще есть. Вот, но посмотрим. То, что там она в могиле, я не знаю, она все-таки на год младше Трампа, поэтому... Нет, это я же как-то фигурально, дело в том, что здоровье вообще-то с годами не прибавляется, как правило, и у нее были уже проблемы такие весьма очевидные, даже скажем, людям, которые не близко с ней находятся, мы это видели на телеэкране, но дело не в этом, просто вот интересная штука, что смириться с поражением, условно говоря, и идти воспитывать внуков, для нее это как-то неочевидная вещь. Ну, опять же, это ее дело. Пускай дерзает, если захочет, будет интересно. А насчет того, что он не посадил ее, или что, вообще-то не президент сажает, и, во-вторых, мы знаем прекрасно, какие у него в силовых структурах, условно говоря, друзья работают. Так, у нас звонки, но у нас немного времени, попросим вас быть покороче, пожалуйста. Слушаем. Алло, алло. Здравствуйте, слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы забыли о том, что Трамп одного возраста с Кибори. Мы не забыли, сказали. И? Нет, вы не сказали. Только что вы, значит, не слышали Михаила. Он вспомнил, что он на год даже старше. И что из этого следует? То есть насчет здоровья те же самые проблемы. Те же самые. Вот, не знаю, вроде бы его проверяли, все нормально у него было. Ну, дело в том, что, конечно, иногда хочется услышать что-то такое, что вот, что именно хочется услышать, но не то, что есть. У нас есть еще звонки, Володь? Спасибо, есть еще звоночек. Слушаем вас в эфире. Алло, здравствуйте. Знаете, я хочу сказать о Шульце. Он не такой, будем так, пушистый, как кажется. Знаете, когда он говорил то, что Трамп сделал напрасно, кооперативные тексты уменьшил. Знаете, хорошо быть миллиардером и об этом рассуждать. Знаете, такие вещи, как бы, знаете, вещи, которые касаются бизнеса и когда ты очень богатый, ты смотришь, значит, по-другому. И у него есть высказывания очень часто именно не нецентристские, как вы говорите, а чисто демократы того самого. Просто, может, не самый левый демократ, но обыкновенный демократ. Поэтому он никакой не будем, так сказать, независимый, типичный демократ и все же. Просто он понимает, что в демократах ему очень сложно пройти, потому что там большая толкучка. А может, как независимый пройдет. Давайте вещи благодаря вам. Спасибо, Владимир Владимирович. Я хочу сказать, что вас благодарят наши радиослушатели в нашем чате на YouTube, на канале YouTube. Спасибо большое. Слушайте. А вот про Шульца, ну, можно только сказать, что да, что там центрист, не центрист, но сейчас настолько все сдвигается в левую сторону, что понятие нормального демократа, какой был там член демократической партии и, скажем, сторонник ее идей, условно говоря, там, несколько десятков лет назад и сейчас, это, наверное, совершенно разные вещи. Как ты думаешь, Миша? Да, ну, конечно, потому что все течет, все изменяется, как мы знаем, во-первых. А во-вторых, есть, надо не забывать насчет Шульца, другую вещь, точнее, не насчет Шульца, а насчет корпоративных налогов, что идея снижения корпоративных налогов была не ради того, чтобы, в принципе, уменьшить налоги корпорации основная, а в том, чтобы, как это, репатриировать деньги, которые хранятся за рубежом. И вот это Трамп, конечно, сделал, потому что корпорации так, в общем, более-менее справлялись, большие особенно, и не платили эти 35 или 36 процентов. Так, ну, извини, тут я должен тебя просто прервать, потому что сейчас пойдет уже позывные, и спасибо, кто нас слушал, слушайте еще, и оставайтесь на народной волне, будет еще много чего интересного. До свидания. Спасибо, Игорь, спасибо, Михаил. До новых встреч в эфире. До свидания.